10 кандидатов в президенты Абхазии, столько же в вице-президенты их биографии попросту не помещаются на бюллетене стандартного формата. Поэтому депутаты Народного собрания по предложению Центральной избирательной комиссии единогласным решением сократили справочную информацию о кандидатах в избирательных листках. Есть статья 16 Конституции о выборах президента Республики Абхазии, где утверждается форма текста избирательного бюллетеня на выборах президента. На абхазском, соответственно, и русском языках. И утверждается цикл. Так вот, второй абзац статьи состоит из большего количества, когда выдвигаемых кандидатов много, кандидатов в президенты и вице-президентов. Там возникает служенность по изготовлению этого бюллетеня в формате А4, даже в формате А3. На комитете у нас было обсуждение, члены комитета вообще пришли к поводу, что вполне достаточно информативного материала в помещениях участковой комиссии, да и вообще. И поэтому достаточно будет фамилия, имя, отчество внести в соответствующий бюллетень, который будет изготовлен. Во-первых, если бы биографию в бюллетенях оставили, то их пришлось бы печатать за пределами Центральной избирательной комиссии. И у наблюдателей от штабов кандидатов не было бы возможности присутствовать в моментах печати. Все бюллетени Центральная избирательная комиссия готовит у себя присутствие наблюдателей от кандидатов, выдвигаемых в президенты и вице-президенты. И есть возможность, по крайней мере, наблюдать, как это делается, куда отправляется и тому подобное. Это прозрачность такая, которую Центральная избирательная комиссия ведет, и мы все, в принципе, члены парламента с этим согласились. Во-вторых, пришлось бы изменить формат, то есть размер бюллетеней. Это привело бы к большим финансовым затратам на печать. Это делается для удобства, для прозрачности, чем занимается Центральная избирательная комиссия. И надо признать и в материальном плане, как бы для государства тоже это сохраняется, потому что в другом варианте это нужно печатать в типографиях и так далее. Это возникает ряд вопросов. Депутатам поступило предложение оставить только имя, фамилию, дату рождения, информацию о том, кем выдвигаются данные кандидаты. Но в процессе обсуждения парламентарии пришли к выводу, что имен вполне достаточно, так как вся дополнительная информация в виде брошюр, листовок и афиши кандидатов в президенты будет на каждом избирательном участке.